Привет! Я всё ждала, пока погода наладится. Несколько дней ждала, чтобы снять это видео, но мне кажется, не судьба, ничего, что будет немножко темно. Я думаю, что видео это не помешает. И мне нравится, что в России я снова могу говорить о погоде, когда с кем-то встречаешься, или снимаешь видео, или с кем-то разговариваешь. Ну, погода там слишком жаркая, или слишком холодная, или там ветер дует. Обязательно нам есть что обсудить. Мне этого, конечно, в исполнении очень сильно не хватало. Встречаешься с кем-то, погода ничего такая, как обычно, да. Сегодня я расскажу вам про две с половиной книги. Одну я всё ещё решаю, бросить или не бросить. Потому что, с одной стороны, я прочитала уже, по-моему, больше половины. Да, гораздо больше половины. С другой стороны, я понимаю, что, скорее всего, там я ничего нового для себя не открою, в плане того, что ничего не изменится. И, наверное, даже в этом плане, может быть, какое-то мнение, какой-то совет ваш меня интересует. Но начну с книг, которые мне понравились. Их немного, но они в тельняшках. Во-первых, «Проклятие победителя» Мари Радковский. Правильно? Рудковский. Рудковский. Руд... Давайте немножко по технической составляющей. Я обычно этого не делаю, но что-то я тут подумала зря. 379 страниц, газетная бумажка, стандартный шрифт, оригинальная обложка. В принципе, я ничего особенного от неё не ждала. Я думаю, это мне помогло. Я книгу взяла по рекомендации буктюбера Эмили Фокс. Не личной, а такой общественной. Она включила эту книгу в подборку книг с романтической линией, которые ей действительно понравились. Она сама не очень любит ром-фанд и фэнтези с такой тяжёлой романтической линией, но вот это ей пришлось по вкусу, по душе. И так как я люблю всё, что с хорошей романтической линией, то я обратила на неё внимание, когда увидела, что у нас на русский язык перевели. Кстати, книга довольно тихо вышла, я её как-то нигде особенно не видела. И когда увидела случайно абсолютно, что её перевели, я попросила у издательства, поэтому эта копия бесплатная была для меня. Давайте сначала я опишу общий сюжет. У нас есть мир, который, я бы сказала, похож на античность. Я это сначала не очень поняла, я думала, что это ближе к средневековью, но в любом случае мы понимаем, что это не современность. Я ещё сказала потрясающую вещь. И есть вот эта атмосфера какой-то древности, старости, отсутствуют какие-то удобства и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, это страна, которую захватил народ, который до этого считался таким отсталым, который жил на отшибе и который там вилками не ел, грубо говоря. Но они собрались, они были хорошими воинами, хорошими стратегами, и они богачей и умночей захватили и вытеснили. Более того, они их не просто захватили, они их превратили в рабов. И, собственно, отсюда завязка. Главная героиня, она дочь одного очень такого значительного, значимого человека. И она гуляет такая себе по городу, она такая вся из себя прекрасная, потрясающая. Но, как и многие люди, которые обладают властью, уже обладают властью и богатством, она страдает от так называемого проклятия победителя. То есть заплатить за победу какую-то непомерную цену для нее это вопрос чести, гордости и так далее. Она гуляет по городу, по рынку, и тут она видит, что продают раба. Она обычно не покупает рабов, ей как-то фиолетово на этих рабов, но есть рабы и есть рабы. Однако Кестрель так зовут главную героиню. Меня, кстати, напрягало, что очень многие имена, в частности, имена главных героев начинаются с одной буквы. Я сама так люблю делать, но я понимаю, что когда читаешь, это немножко путает мозг, особенно когда имена немного похожи. Так вот, Кестрель слышит, что этот раб, которого сейчас продают, это не просто обычный раб, это эксклюзивный раб, он умеет петь. Для Кестреля это дико важно, потому что пение и игра на музыкальных инструментах считается чем-то низменным. Это то, чем занимаются вот эти рабы, но она это очень любит. И так как попался раб, который походу может петь, она бы его очень хотела себе заполучить, чтобы он ей пел. Я это так понимаю. И она его покупает за какие-то нереальные деньги. Сначала никто вообще не хочет этого раба, а все думают, кому он сдался, он такой строптивый, смотрит на всех волком, будет плохо подчиняться. Но когда видят, что такая благородная леди ставит на него большие деньги, то тоже начинают соревноваться с ней. И, собственно, отсюда название, в частности, одна из интерпретаций, почему проклятие победителя. То есть она платит за него деньги, которых он совершенно не стоит, и она даже не понимает, зачем она это делает. С точки зрения, вот то, чего мы все ждали, да, я по крайней мере, любовная линия, да, романтическая составляющая. Я не скажу, что между героями какая-то была особенная химия или что-то такое. Для меня это не тот тип любовной линии, который я предпочитаю. Потому что, с одной стороны, здесь сначала от врагов в друзья, от друзей в любовники, соответственно. То есть вот эта схема идет. Но выполнена она очень плавно и очень естественно. Нельзя сказать, что кто-то из главных героев дурак, да. Часто бывает в романтической прозе, это такое, блин, что ты творишь, разуй глаза, хочется с героем поговорить, хочется его потрясти за шкирку. Здесь такого нет, здесь герои нормально, здраво размышляют и, соответственно, нормально, здраво себя ведут. Ну, за исключением моментов, когда им нужно признаться в своих чувствах. А так, в принципе, из-за того, как раз, что нет вот этой тупости, я бы никогда не думала, что я скажу это, но хоть бы герои были чуть-чуть тупыми, потому что это добавляет, как правило, конфликта. Так говорят, что если бы в любовных романах герои были умными, то любовного романа бы не было. Поэтому это вот немножко та история. И я понимаю, что именно поэтому, собственно, потому что любовная линия здесь была здоровая, отношения здоровые, и конфликт все равно присутствует, потому что главная героиня, она с одной стороны, а главный герой с другой. Про поводу ума еще, кстати, главная героиня, я, по-моему, оборвала мысль, но это неважно. Она вот действительно умная в плане того, что она хорошо разбирается в стратегии, и здесь присутствует множество сцен и элементов, когда ей это очень пригождается, и она выходит победителем чисто за счет своей головы, а не за счет своих кулаков. Отец, кстати говоря, хочет, чтобы она пошла по его стопам, тоже устроилась на военную службу, ей там сразу будет почет и так далее, что вот, кстати говоря, интересный элемент, потому что редко мы видим, как раз наоборот, мы часто видим, что девушки хотят там воевать или что-то делать, но им не дают, потому что общество патриархальное. Здесь немножко, ну не наоборот, здесь общество не матриархальное, но все равно здесь как бы есть это давление на героиню, что она должна служить, а она не хочет, да, обратная сторона медали в этом плане. Написано просто, понятно, спокойно, здесь присутствуют политические всякие вот эти драмы, которые тоже интересно быстро читались, про быстро читались, я думаю, что я в два присеста книжку прикончила, то есть она настолько классная, мне необходимо продолжение, еще две части вышло. Действительно, книга прям очень качественная, очень хорошая, достойный-достойный роман в жанре Young Adult, то, чего я давно как-то особенно не видела, очень часто даже если роман очень любим аудитории, все равно ты чувствуешь, что вот что-то не хватает автору, да, или твердости руки, я, конечно, так образно говорю, или сюжет не такой увлекательный, здесь прям все вместе. И обычно я, кстати говоря, не особенно обращаю внимание на романы в средневековом антураже или, да, в античном антураже, но здесь оно прям было завлекательно и интересно, и прям десяточка. Далее, Non-Fiction, который написан не как Non-Fiction, это прям совсем-совсем новиночка, дом, который построил семью, автор Кара Брукенс, скорее всего, вы не про эту книгу, но про эту историю слышали. Это история о женщине, которая построила дом по урокам на YouTube. Загадка? Загадка? Загвоздка? Нет, как сказать завязка? Завязка звучит очень интересно, неважно, да, это художественная литература или Non-Fiction, почему я говорю вот такими двойными понятиями, потому что действительно, ну, не очень понятно. Автор сама в конце пишет, что, да, кое-что она поменяла местами ради художественной красоты, я имею в виду события, имена она заменила, я думаю, что-то добавилось, потому что, когда я начала читать, у меня было очень четкое ощущение, что автор хочет быть прям писателем художественной литературы. И затем, когда автор упомянула, что действительно она пишет триллеры, я поняла, что вот триллеры бы я ее читать не стала, потому что трудно говорить, когда читаешь перевод, потому что, да, я, когда оригинал, это одно дело, судить по переводу очень трудно, потому что, во-первых, мне как-то редактура здесь немножко поднапрягла, местами русский язык был вообще не моя твоя русская языка. Именно не в плане ошибки, а в плане того, ты вчитываешься в предложение, такой, мам, родная, это по-русски можно сказать, это не по-русски сказано. Я не знаю, это там с переводчиком, вот с редактурой, я надеюсь, что... Я просто давно такого мифа не видела, обычно у них более складный текст. Или, может, это проблема с оригиналом, вот опять же, я не знаю, может, действительно в оригинале кривовато написано. Так вот, написано, привыкала я долго к тому, как написано, потому что, во-первых, это попытка косить под художественную литературу с точки зрения добавления большого количества диалогов, диалогов и с точки зрения попытки построения прям сюжета-сюжета такого художественного. Что, кстати говоря, было видно, что у автора есть определенные знания на эту тему. Именно поэтому я подумала, что, наверное, она или хочет быть автором художественной литературы, или у нее есть какой-то опыт, потому что прям четко было видно, что у нее есть база, основа, либо она университет закончила, вот что-то такое прям чувствовалось, либо какие-то курсы прошла. Из того, что прям суперпозитивно на эту тему могу сказать, для тех, кто хочет учиться писать и все такое, здесь очень хороший урок в этом плане, брать не одну сюжетную линию, а несколько параллельных, как минимум две, как здесь. Здесь идет у нас линия строительства дома, и идет линия параллельно ее отношения с бывшими мужьями, но в основном, конечно, с одним бывшим мужем, который оказался шизофреником, и который их преследует. Это добавляет как раз вот ту самую триллерную составляющую, потому что времена... То есть ты читаешь и понимаешь, что все будет хорошо, потому что она как бы автор книжку написала, но с другой стороны, каждый раз, когда вот ее бывший муж что-то криповое делает, прям страшненько становится. Поднимается также здесь тема домашнего абьюза и того, какие люди туда попадают, почему они туда попадают. Главная героиня говорила о молодости своих родителей, о том, на что она смотрела, когда была маленькая, и в чем она была уверена, что надо терпеть, что все будет хорошо, если она не будет сопротивляться, что все еще может наладиться и так далее и тому подобное, что вот там у нее четверо детей, и этим детям нужен отец, как она их одна будет поднимать. Очень воодушевляющая история, я думаю, что фильм из нее получился лучше книги, потому что, по сути, здесь вот 300, о, давайте, по технической составляющей, я уже опять забыла, 357 страниц, шрифт помельче или страницы пошире, по-моему, чем проклятие победителя, то есть такой плотный достаточно шрифт, и белая бумажка, в отличие, опять же, от предыдущего нашего товарища. Но здесь-то ничего не происходит особенно. Здесь все идет по замкнутому кругу, главная героиня едет на стройку, потом она едет домой, там у нее проблемы, связанные с бывшим мужем или воспоминания о бывшем муже, то есть все это вот прям вот, несмотря на то, что четверо детей, она даже как-то особенно на них внимания не обращает, ну, да, дети-дети помогают и помогают, вообще, молодцы, клево, и... Ну, конечно, они много ей помогают, но как-то они в этом плане немного картонно выглядят, потому что мы не знаем толком их персонали, да, их личность, их характер, мы знаем, что есть там маленькие, старшие, да, обо всех заботятся, мы знаем, что у среднего мальчика какие-то проблемы вроде как, про среднюю девочку вообще там толком ничего не понятно, ну, то есть, что на самом деле правильно, да, описывать своих детей в книге немного странновато, ну, просто, ну, вот, что они есть, и они помогали, и сделали значительную часть работы, думаю, хороший такой вывод в конце автор делает о том, что если ее дети смогли построить с ней дом, то они что угодно могут сделать, вообще по жизни что угодно, чего прям очень сильно не хватило, вот прям 9 из 10 как не хватило, это фоточек, хоть каких-нибудь, хоть чуть-чуть, если бы там в конце 2-3 фотки вставили, я думаю, никто бы не умер, и цена на книгу не сильно бы поднялась, но их прям очень не хватало, хотелось увидеть, что это за дом, я потом полезла в интернете, я понимаю, что сейчас у всех есть интернет, и можно залезть в интернет, посмотреть, но, блин, ну, вот я там, не знаю, на отпуске, в отпуске, и я прям по-мельски, я в отпуске, и я там читаю в шезлонге, и вот мне хочется посмотреть, как дом-то выглядел, а у меня нет интернета, ну, такая антиутопическая ситуация, но все равно, вот прям, вот прям очень сильно не хватило, поэтому с точки зрения художественной и одновременно интересная вещь, в плане того, что очень правильно построенный сюжет, правильный накал страстей в определенных местах, да, правильная завязка, что сначала у нее ничего не получается, и даже никто кредит не дает, потом случается это, 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 потом он там обретает уверенность в себе, потом перед самым завершением строительства, ну, короче, можно предсказать даже, как идет сюжет, ну, несмотря на то, что это нон-фикшн, все равно сюжет, да, я его так назову, это с одной стороны, с другой стороны написано вот с литературной точки зрения, не знаю, у меня определенные сомнения, здесь главная история, здесь главный опыт автора, и остальное на этом фоне даже, наверное, особого значения не имеет, более того, скажу, на самом деле не особенно важно, вы прочитаете статью об этой истории или историю целиком, если вы прочитаете историю целиком, вы ее переживете, потому что здесь медленно рассказывается, мы ставили это окно сюда, эту стену так, здесь у нас была проблема, тут меня повезли в больницу, я себе там продырявила вот это, идет все достаточно так размеренно, и, в принципе, ну, вы можете представить, что это за подробности строительства. Просто сам опыт интересен, сама история, что такого до этого вроде как никто не делал, и вот теперь невероятная женщина, которая пострадала от домашнего насилия, так еще и у нее четверо детей, она их содержит, и у нее пять подработок, это действительно внушает уважение, и поэтому автора я с удовольствием поддерживаю, читать или не читать, вам уже решать, опять же говорю, если прям очень жалко времени, я бы просто статью на эту тему почитала, ну, действительно вдохновляет. Из того, что я не знаю, дочитать или нет, я просто быстренько покажу два слова, это «Школа добра и зла», «Принцесса или ведьма» Саман Чайнани, я думала, что это middle grade, но как-то слишком просто для middle grade, и слишком много шуток про прыщи, всякие отходы и так далее для кого-то постарше. Я просто почему ожидала много от этой книжки, я видела, что делается любительский перевод, еще когда не планировали ее переводить, и было много фанатов у книги, вот, наверное, от этого у меня какие-то определенные ожидания были. Я сейчас пока на 310-й странице, всего в книге 541, и вот мне кажется, я ничего не потеряю, если я книгу отложу в сторону и попрощаюсь с ней. Эта книга похожа на страну сказок в каком-то смысле, но я бы отдала предпочтение стране сказок. Много слишком для меня, на мой вкус, культурных отсылок к современности. Как-то слишком все современно, в то же время как сказочно, то есть определенное удобство взяли и перенесли в этот мир. В чем сюжет? У нас есть главная героиня, одна считает себя будущей злодейкой, другая считает себя будущей принцессой, и они ждут, когда же их украдут, чтобы они начали учиться в школе добра и зла, и, соответственно, стали потом героями сказок. Но их только перепутали, ну, короче, хрень какая-то случилась, и, в общем, та, которая должна была попасть в школу добра, попадает в школу зла, и наоборот. Они, соответственно, там сначала не приживаются, у них проблемы, они хотят оттуда уйти, вроде бы они еще и подруги, то есть еще и этот конфликт добавляется. И как идея это очень интересно, здесь почвы для конфликта очень много, и есть что развивать, и есть что из этого придумывать. Ну, вот пока вот эти 310 или сколько там страниц, просто идут уроки, и сначала героям ничего не получалось, а сейчас они решают хорошо учиться, и как бы больше ничего не произошло на этом месте. И понимаешь легко, что будет дальше, именно поэтому мне неинтересно, то есть рука как-то к книге не тянется. Я не говорю, что книга плохая, но вот эта обилие шуточек на взрослые темы, взрослые темы или какие-то, не взрослые темы даже, а на какие-то такие неприятные темы, отталкивать с одной стороны и с другой стороны, просто не понимаешь, зачем дальше книжку читать. Я думаю, что детям, типа лет 9-13, будет прям очень интересно, но я уже определенно, во-первых, не читатель этой книги, и даже с точки зрения того, как написано, мне не особенно интересно, поэтому даже не знаю, что вы думаете по этому поводу. Здесь появится опрос, как часто вы дочитываете или не дочитываете книги, по поводу которых у вас есть сомнения. И, наверное, мне бы еще хотелось два слова вставить, две копейки, про то, что происходило, я думаю, что уже все более-менее устаканилось. Именно поэтому я хочу именно сейчас об этом поговорить, чтобы как-то не на волне всего вот этого действия разворачиваться, а прокомментировать уже как бы опосля, наверное, о том, что происходит в Инстаграме. Если вы не знаете, то прям в двух словах история. В Фейсбуке главный редактор одного издательства написал очень такие грубые обобщающие вещи про то, как люди фотографируют книги сегодня с книгой в руках, вот так раз взял и вытянул, назвал это какими-то ампутированными пальцами, что-то типа обрубки, ну вот такие вот слова прозвучали, они очень красивые, я думаю, с этим все согласны. И все бы ничего, пост висел какое-то время, но потом он перекочевал в Инстаграм, и ребята из Инстаграма очень-очень обиделись, очень расстроились, и все дошло прям до таких, скажем, крайних мер, когда начали писать авторам, сделали открытое такое письмо, и начали тегать авторов на этом письме, чтобы они прочитали и узнали, с каким издательством они сотрудничают, и с другой стороны тоже были проблемы, потому что другие сотрудники издательства тоже начали продолжать писать не очень приятные вещи про блогеров, прям, ну, совсем неприятные, обсуждать там внешность и так далее. Что я хочу сказать по этому поводу? У меня брал большой комментарий РИА Новости, они, правда, ничего из того, что я сказала, не включили в свою итоговую статью, зато включили фразу от психиатра, что ли, который сказал, что вот в блогеры... У него есть две гипотезы или теории, что-то такое было о том, что... Ну, вот блогеры, люди, которые идут в блогеры, они либо изначально обладают вот этим максимализмом, типа, отсылка на то, что идет такая некая травля издательства, либо, наоборот, те, кто приходят в блогинг, они начинают развивать в себе вот этот максимализм, агрессию и так далее. Что, на мой взгляд, было немного странное, самое странное в этой статье, потому что, ну, во-первых, когда ты психиатр или кто-то... Блин, по-моему, психиатр. Когда ты психиатр, говорить в официальном таком интервью, когда тебя просят дать комментарий, говорят свои теории и гипотезы, когда ты профессионал, блин, если эта теория и гипотезы не доказана, но молчив тряпочку на эту тему. Это вот мой личный взгляд по поводу статьи. Она была, к счастью, я очень рада, достаточно нейтральной, потому что другие материалы, которые выходили, было видно, что автор материала, он как-то более на одну сторону склоняется или на другую. Я, опять же, тоже не была ни на одной, ни на другой стороне. То, что блогеры объявили бойкот издательству, да, и больше не собираются покупать их книги, это абсолютно их право. Это интересный прецедент. Просто, во-первых, чтобы люди впредь думали, что писать в интернете и больше как-то следить за собой. Для блогеров такое единственное, наверное, почему так болезненно отреагировали, на мой взгляд, потому что у блогера нет подтверждения того, кто он, где он и что он, да, некой самой идентификации. И в этом плане эта ситуация очень помогла им понять, мы здесь, да, мы имеем какое-то право голоса, и вообще мы на что-то можем повлиять, и вообще мы на что-то влияем. Поэтому для них вот это вот доказать, с моей точки зрения, было очень важно. Именно поэтому было важно не остаться в стороне, как-то понять, где я и кто я. Для издательства тоже, я надеюсь, что это был хоть какой-то урок в плане того, что думать, что ты пишешь, и что ты пишешь, оно в интернете, да, кто угодно это может видеть. Для меня сама ситуация была немного удивительной, и реакция, и вот изначальный, ну, изначальный пост не удивительный, а реакция была удивительной, потому что на моих глазах это все разворачивается уже много лет, это не значит, что это правильно или неправильно, просто это уже давно идет. И когда мне было лет 15, один редактор одного маленького издательства выкладывал в свой блог отрывки из рукописи, которые ему авторы присылали, и матом крыл. И как бы это было лет, ну, типа, 12 назад. Это было очень давно. Кстати говоря, по-моему, посты уже все удалены, не по-моему, посты уже все удалены. Люди в комментариях были очень рады тогда, то есть поддерживали издателей, что вот, да, плохо пишут, давайте таким образом научим авторов хорошо писать. И там, с другой стороны, если вы подпишетесь на каких-нибудь редакторах, где угодно, они, ну, не все, а очень многие соображают, что писать, что не писать, но есть те, которые реально пишут все, что думают. Значит ли это, что им нельзя это думать, и что они перестанут так думать, если они не будут об этом писать? Конечно, нет. Нет, просто вопрос, да, кем ты себя позиционируешь в интернете, как на тебя смотрят, как на тебя реагируют, и что, вот, корпоративная этика раз, да, и вообще понятие о брендинге, интернет-брендинге, личностном брендинге, не всем хорошо знакомы, просто люди не понимают, что это и как, это особенно люди более старшего поколения. Я думаю, что для них это действительно, вот, искренне, я думаю, для них это было действительно удивительно, что люди настолько резко отреагировали, и там риски были все, абсолютно все стороны. Две стороны, обе стороны были риски. Я думаю, что это, наоборот, в лучшую сторону повлияет на продажи книг этого издательства. Оно повысило узнаваемость, и более того, все блогеры, практически все блогеры, которые писали что-то нехорошее про издательство, они все равно добавляют, что, ну, книжки-то хорошие, и я думаю, что это все равно в головах у читавших эти посты останется. Даже я, человек, который... Ну, ладно, я падка на рекламу и все такое. Но я захожу в магазин, и я уже говорю, а, книжки издательства, я прям, глаза туда падают. Посмотрим, насколько эффект временный или постоянный, и насколько вот действительно в дальнейшем то, что блогеры перестанут покупать книги этого издательства, повлияет на продажи, не повлияет, потому что книжки-то, ну, как они все говорят, книжки хорошие. Посмотрим, что будет. И тот факт, что уже очень тихо на эту тему, говорит о том, что все нормально, все закончилось, и те, кто переживали, мне очень действительно их жаль. А если кто-то из блогеров или из издательства переживали, потому что я думаю, что и там, и там наверняка были определенные волнения. Особенно если представители издательства называли это травлей. Я не знаю, называть это травлей или нет. Может быть, да, может быть, нет. Я прям такая определенная. Но если они называют это травлей, значит, они ощущают это как травлю. А травля — это очень такая серьезная штука. И когда очень много людей против тебя одного, да, или просто против одной организации, я думаю, что это большой стресс в любом случае. Я надеюсь, что это было уроком для всех. И для тех, кто писал неприятные вещи, да, опускаться на чей-то уровень, как бы ты этого человека не научишь правильно-правильно себя вести и опускаясь на чей-то уровень, ты как бы лучше, хуже, кто ты, где ты. Это был, я думаю, был важный прецедент для всех. Понять, что ты говоришь и что ты пишешь, как на это реагировать. И если вам интересно мое мнение, как на это реагировать, я бы сказала, никак. Со всех сторон. То есть кто-то написал глупость, ты не изменишь этого человека. Единственный, наверное, способ написать в личные сообщения, извините меня, вот там конкретно вот эта фраза, меня лично задела, как человека. Писать какие-то публичные... То, что это сразу, это из публичного перешло в публичное, но в личном не заканчивалось никогда. Никто не написал, по крайней мере, я не знаю об этом лично, что типа, извините меня, это очень задело. А это начались сразу, да, ответные, такие большие, крупные реакции с другой стороны. Такой АСМР за окном. Я не знаю, вам слышно, дождь не слышно. Вот, всем я желаю хорошего дня или остатка дня. Просто оставаться, наверное, людьми в любой ситуации. И я понимаю, что очень трудно оставаться лучшей версией себя, когда ты обижен, или когда ты задет, или когда дело непосредственно касается лично тебя. Очень-очень трудно, я как никто это понимаю. Но со временем учишься вести себя более достойно, я думаю, и воспринимать это более достойно. На сегодня это все. Я всегда ваша. Если вы читали какие-то из книг, о которых я сегодня рассказывала, напишите, пожалуйста, в комментариях. Участвуйте, да, если вы дочитали «Школу добра и зла», если вы читали всю серию и так далее. Что вы думаете об этой серии? Насколько действительно стоит того? Может быть, мне даже стоит дочитать? Читали ли вы «Проклятие победителя»? Читали ли вы «Дом, который построил семью»? Расскажите, мне все интересно. А на сегодня это все. Я всегда ваша. Пока.